Даже собака имеет право на свою конуру, а человек на личное пространство и подавно, иначе, по мнению психологов, он озвереет. Кстати, если... Я не могу так работать. Ты что делаешь? 10D. Очень. Я определяю дистанцию нашего общения. Так некомфортно? Нет. Слушай, ну если я отойду подальше, то будет казаться, что между нами отчуждение и неприязнь. И как нам после этого доверять? Ну где грань? Сейчас мы это и выясним. Нестандартно и легко поговорим о личном пространстве. Сегодня, грубо и не очень, вторгаемся в личное пространство других людей. Алина и Андрей будут вести со случайными людьми светские беседы. Чего делаете? Генеральный директор. Давать непрошенные советы. Вы с саймами вообще? И просто обниматься с прохожими. За происходящим наблюдает группа экспертов. Анна Макушина. Психолог. Знает, что из-за постоянного нарушения личных границ можно не только расстроиться, но и заболеть. Иван Герасимович. Занимается телесно-ориентированной терапией. Считает, что если трогать правильно, будет только польза. Николай Чередов. Владеет психологическим айкидо и укладывает манипуляторов на лопатки. И вас научит. Итак, личное пространство. Категория, позволяющая безошибочно определить свой близкий круг. Родители, дети, супруг, супруга, подруга, коллега по работе, в конце концов. Круг замкнулся? А как быть с остальным миром? Когда стоит отгородиться? Давайте спросим у экспертов. Есть некая социальная граница. Это приблизительно расстояние. Приблизительно. У каждого она меняется. Это около трех метров. Как только в зоне трех метров появляется человек, если вы понаблюдаете за собой, у вас невольно происходит такой взгляд. Кто приблизился? То есть это рефлекторно. Это уже на уровне генов. Есть личная дистанция. Это приблизительно размер вытянутой руки. И вот личная дистанция, да, вот когда она нарушается, да, человека, тоже происходят определенные сдвиги, физиологические изменения. До тех пор, пока вы не входите в мое личное пространство, вы влезительно вытянутой руки. Я могу спокойно подходить, вы не будете нервничать. Я абсолютно спокойно буду вас воспринимать. Но если вы ограничите, вот только попробуйте войти сюда, войдите. Я боюсь. Входите, пожалуйста. Уже боюсь. Нет, вы входите, пожалуйста. Как только вы вошли сюда, у меня появилось напряжение приблизительно по задней поверхности спины, в области рук. Это не мурашки, это именно напряжение. Это мое ощущение, у вас может быть другое. И тогда это уже появление сигналов некого дискомфорта. Все реакции, которые происходят со мной, можно наблюдать. Реакция зрачка, тонус мышц, цвет кожи. Есть определенные зоны, которые определены метрах и сантиметрах, но, тем не менее, это очень личностно. И, допустим, когда человек работает с большим количеством людей, наступает период, когда тебе необходимо твои границы немного расширить. Поэтому для меня есть определенные временные промежутки или выходные, когда я фактически от всех закрываюсь. Для меня это важно. Наверное, самое яркое, что вспоминается, это что-то, связанное с запахами. Вот если что-то как-то не так пахнет, да, вот это меня выводит равновесие. Для меня, например, личное пространство до сих пор термин загадка, поскольку я не понимаю, как его пощупать, как его понять, с чем его едят в конце концов. Давайте на живых примерах. Мое любимое – эксперименты. Отправимся в один из торговых центров города, но не за покупками, а за спонтанным общением. Что читаешь? Подглядывание в экран телефона молодые люди еще смогли стерпеть. Но на физическое сокращение дистанции отреагировали моментально. Люди не выносят незнакомцев на расстоянии менее метра от себя. Андрею везет еще меньше. Его подопытные сбегают сразу, как только он демонстрирует интерес к ним. Алина идет ва-банк. Интересно, как отреагирует этот мужчина на почти хамское вторжение в его пространство. Кажется, у этого человека отсутствуют личные границы. Или ему просто понравилась Алина. Андрей тоже наконец нашел девушку, которая не сбежала в первые же секунды. Тем временем у Алины и генерального директора все зашло слишком далеко. Мужчина спокойно реагирует даже на прикосновения. А вот Андрею попалась собеседница, которая не просто не прочь поговорить с незнакомцем. Но даже взяла на себя инициативу. Уже и не разберешь, кто кого тестирует. Алина, Андрей, вы, конечно, произвели впечатление на публику. Скажите, сложно ли было пойти на такой эксперимент? И чего больше было, стресса или веселья? Ну, наверное, больше стресса. Да. В основном люди реагировали, то есть сразу закрывались. А ты же понимаешь, тебе же задание дали. Надо пробить вот это вот, надо же перейти границу какую-то. Андрей, насколько знаю, что для вас-то вообще был стресс жуткий. Он даже говорил, что в церковь хочется. Я в церковь безумно захотел сходить в конце дня. Какого человека вы себе, героя, придумали, чтобы воплотиться в него и начинать нарушать личные границы людей? Это на районе есть такие. Первое, что мне сказал мужчина, у которого я ела картошку и пила чай, первое, что он сказал, он долго смотрел, он подвинул картошку, сказал, а что же с тобой такое, что ты вот прям вот так? И я не знала, что на это ответить. Я говорю, да нет, все нормально, все хорошо. А чья реакция показалась вам наиболее нормальной? Я имею в виду из людей, да, не наших актеров. Мне кажется, нормальная реакция – это когда человек отдаляется. То есть уходит. Либо мы можем обозначить это словами. Как молодой человек сказал, да, я пришел поесть, если есть вопросы, иди спроси, как там это готовится. То есть каким-то образом показать, да, предъявить. Но если уже человек нас не слышит, то тогда, наверное, как здесь, просто люди вставали и уходили. Я до сегодняшнего дня знала только, что если человек скрестил руки на груди, то это сигнал к окончанию коммуникации. Кстати, о сигналах. Прервем нашу коммуникацию на рекламную паузу. Я, наверное, всегда слушаю свое сердце. Вот прям вот сто процентов вот это дзынь. Хотите заглянуть на кухню женского бизнеса? Основной наш канал продвижения – это сарфанное радио. Пошел косикол-коротый. Мечтаете узнать, как в декрете построить свой бренд с нуля? Все, что не придумывается, все связано с детьми. Это маркетинг, это реклама, это пиар, это продвижение. Мама в деле. Новые выпуски. Каждую субботу в Омском эфире телеканала «Продвижение». Мы вернулись и продолжаем говорить о личном пространстве. Ну, мне кажется, термин «личное пространство» – это еще некая дань моде. Нет такого ощущения. Вот сейчас очень много в других странах, не будем называть их, в судебном порядке определяют, какой должна быть дистанция между тем или иным человеком. Кстати, раз уж мы заговорили про другие страны, вот, например, у итальянцев нормально в беседе трогать собеседника, а в кино жестикулировать, повышать на него голос. Если твой собеседник японец, наоборот, лучше говорить тише и не смотреть ему в глаза. А вот китаянок, насколько я знаю, нежелательно к ним притрагиваться, они обижаются. Хорошо, что мы не в Китае, да, Иван? Вы, кстати, занимаетесь телесно-ориентированной терапией. Можете объяснить, что это такое? Телесная психология, психотерапия, она основывается на постулате, что наша психика и наше тело, они взаимосвязаны максимально плотно и можно через психику на тело влиять. И наоборот, наши телесные проявления влияют на психику. И считается, что какие-то наши эмоциональные переживания, какие-то события стрессовые, травмирующие, они могут в нашем теле запечатлеваться напряжениями, какими-то спазмами. Я вот все жду, когда Иван нам покажет, как он нарушает чужие границы. Ведь у этого способа даже названия есть такое интересное. Театр приятных прикосновений. Продемонстрируйте, пожалуйста. На ком? На мне. На Марине. И чаще всего это делается, когда действительно человек лежит, вокруг него еще 2-3 человека, и начинают вот так вот потихоньку, 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 потихоньку. 2-3 человека? 2-3, иногда 6, иногда 10, какая группа набирается. Да, и сначала это что? Это вызывает... А какого эффекта добиваетесь? Что после этого я должна почувствовать? Ну, сначала, скорее всего, это будет, конечно, какое-то напряжение, дискомфорт. Но потом, чем больше человек начинает обращать внимание на свое тело, он начинает чувствовать вообще, что тело есть. Во-первых, есть у меня и ноги, и руки. Это нужно доказывать, да? Да, это часто нужно доказывать. На самом деле, обычно спину мы не очень чувствуем, ноги мы как-то не очень свои чувствуем, чаще всего. И границы свои и свои те же самые эмоции, переживания, которые где-то могут быть сконцентрированы в этих местах, мы тоже можем не чувствовать. И после этого, когда вы это, наконец, почувствовали... Что происходит? Вы начинаете, наконец, переживать эти эмоции. То есть можно начать плакать, можно начать смеяться, можно начать вспомнить, что, блин, а что же на этого заразу злюсь? Дорогого или не очень дорогого. Можно понять, почему я вот это переживаю, с второго класса начать переживать 35 лет. Поэтому телесно-ориентированность, да, вот для тех, кто, с одной стороны, киноэстетик, так называемый, через органы чувств, да, он может многое там понять, осознать и еще и подсказать тренеру, да, какие-то вещи, которые он хорошо знает. Для визуала, тот, который визуально воспринимает информацию, это будет открытие мира, потому что киноэстетические ощущения, они малодоступны для него. И для него это будет взрыв таких ощущений, которые он никогда не испытывал. У меня вопрос к Канне. Вот вы знаете, какие фобии, связанные с личным пространством, распространены вот у нас в 21 веке? Не знаю, может, это касается личной переписки, соцсетей и еще чего-то такого? В принципе, это касается вот всего того, что вы перечислили. В личное пространство включается не только физическая граница какая-то, то есть сюда мы включаем и тех людей, которые нам близки, и те вещи, или даже там квартира и дом, это тоже будет относиться к нашему личному пространству. То есть это все то, на что человек распространяет свои притязания. Поэтому это телефон, это переписка, это закрытая дверь. Да, если дверь закрыта, наверное, это неспроста. Если в доме, например, ребенок маленький залез под стол, закрылся скатерть и он там играет, то есть в принципе, когда вы открываете скатерть и пытаетесь его оттуда резко вытащить, это тоже будет нарушением его личных границ. И мне кажется, что все это идет из детства. Вот сидят дети в песочнице, играют лопатками, и начинается не будь жадиной, поделись лопаткой. Слушайте, ну мне кажется, это нормально, это же социализация. Глагол «кажется» самый уместный. Я своего сына учу всегда и дочь делиться. Когда мы приходим на детскую площадку... Я научилась не чувствовать личного пространства. Его сына я учу тому, чтобы он не чувствовал своего личного пространства и разделял со всеми все. Это же хорошо, он же делится. Кому хорошо? Я помню те времена, когда и двери не закрывали, и игрушками делились, и ходили не к психологу со советом, а к соседке. Вот-вот, и эти самые советы сейчас настоящий бич, который бесит абсолютно всех. Внимание, наш второй эксперимент. Наверное, все сталкивались с людьми, которые считают, что являются экспертами в моде, этике, воспитании детей и жизни вообще. И любят раздавать окружающим советы. Эту роль на себя примерят Алина и Андрей. Мне кажется, вам, наверное, серебро лучше. А есть вот серебро? Нет, есть. Наверное. Или вы золото хотели? Я не знаю, что вы меня спрашиваете-то. Я смотрю и все. Не советовал бы вам такие брать. Да ну, ну, не могу. Парышки будут? А вы зачем ребенка таскаете по таким большим магазинам? Нет. Ну тут, ну, инфекции, все, уставший ребенок, так поздно. Ну зачем вы это делаете? Кажется, Андрея приняли за маньяка или, как минимум, нарушителя общественного порядка. Девушка пытается запечатлеть его на телефон, не зная, что сама находится под прицелом камер. Сумку померь только. Все. У Алины ситуация тоже накаляется. Вы ссоемы у меня вообще? Ну, снимите шапку. Почему я должна ее снять? Ну, молодому человеку тоже посоветуйте. Ну, неприлично в помещении в шапке. Я не видела, что ты на магазине. Ну, я не знаю. Ну, не заставляю я вас, но это просто неприлично. Извините. Впрочем, встречались люди, готовые выслушать замечания или принять непрошенную помощь. Интересно, какая реакция считается у психологов нормальной? Ну, это, наверное, вот эти вычурные, да? Вот крайние. Что-то какие-то совсем. Где-то 3К, но какие-то спокойные совсем. Вот эти? Ну, вот эти вот крайние. Ну, совсем. Ну, кажется, да, они вообще какие-то. Никакие. Ну, а ты знаете, какие нравятся больше? Ну, эти сучки нравятся. А, да, кстати. Ну, что ты здесь сидишь? Сиди, вот туда надо тебе уйти. Иди, говорю. Иди, вставай. Иди туда. Алина Андрея, расскажите нам, пожалуйста, об этом эксперименте. Какие были сложности? И были ли они? На самом деле, да. Потому что я внутренне понимала, что я абсолютно не знаю, как себя поведет человек в этот момент. То есть была надежда внутренняя, что просто покрутят так пальчиком у виска и уйдут. Но все равно вот это состояние страха. Ударят. Абсолютно. Куда бежать потом? Кого где искать? Я все время поглядывала, где там, где вы все. Вы рядом, вы рядом. Ну, наши экспериментаторы перегнули палку. Нормальные были? Были обычные реакции у людей на них? Реакции были, на мой взгляд, опять же, достаточно обычные. Когда, допустим, ты ходишь по магазину. Ну, там, ладно, к тебе может подойти, допустим, продавец. Но, кстати, проходит чужой человек и начинает. Да вот это возьмите, а не это. Да, у девушки была, на самом деле, такая реакция. Почему она начала снимать? Во-первых, я думаю, здесь возможность показать. Видишь, видишь тебя еще где-то. Вот я запечатлю, что отстань от меня, пожалуйста, кто-нибудь еще это увидит. Вот, да, то есть такая вот максимальная защита, фактически. Вот, не приставай ко мне. Я тоже нарушила твои границы, и сейчас вот куда-нибудь... Нарушение границ в ответ, да? Ну, мне это так вот показалось. Иван, как отвечать таким людям, которые вот лучше тебя знают, как тебе жить, что тебе купить, как поступить? Если говорить про вот какой-то способ, да, который вот вы размахиваете, то, конечно, универсального способа нет. Если я буду говорить о себе, то я скажу так же. Да, скорее всего, это будет какой-то юмор. Где-то это будет жесткий юмор, такой тролежный. Вот, слушай, блин, как я без тебя вот справлялся вообще всю жизнь до этого. Спасибо. А есть какие-то специальные позы, стоп-слова, чтобы вот прекратить это? Специальных? Ну, специальных нет. Тогда кнопочки, да, вот. Есть вещи, но есть некий процесс, да, в результате которого можно сначала то, что называется присоединение, да. Мы на той же интонации можем начать говорить сначала, чтобы постепенно перейти в другое, чтобы потом найти, начать нужный нам разговор на той ноте, на которой мы хотим вести этот разговор. Когда человек идёт к нам с каким-то советом, это момент значимости. Ну вот, либо человек ищет этой значимости, я же вот знаю лучше, я вот... И либо как-то пытается утвердиться. Поэтому, да, здесь можно, ну, не обязательно с троллингом, с таким уж сказать, да. Ну, что-то... Спасибо большое, вы знаете, я даже об этом не подумала, да. Я обязательно приму там это к сведению. Алина, Андрей, скажите, а вот вам всё-таки после какого ответа расхотелось дальше давать свои сверхумные советы? Вот, там была семейная пара, муж, женой, ребёнок маленький. И женщина отреагировала так, что, ну, ладно, ну, ничего, и просто повела уходить-входить. А мужчина действительно, он просто остановился и смотрел. И вот это мне уже... Я поняла, что надо уже самой убегать. Я сказала, ну, как хотите. И ушла. А человек остался стоять и смотреть. Вот это, видимо, тоже, ну, такая незначительная, небольшая, но всё-таки агрессия. То есть я поняла, что человек уже настроен до конца меня выслушать, понять, почему я это ему говорю и вообще, что происходит. И поэтому я уже сама решила уйти. Вообще некоторые психологи советуют, прежде чем отреагировать, досчитать до десяти или глубоко вдохнуть и выдохнуть. То есть сделать паузу. Предлагаю и нам прерваться на рекламную паузу. Учу тому, чтобы он не чувствовал своё личное пространство и разделял со всеми всё. Это же хорошо, уже делится. Кому хорошо? Как ответить агрессору? Переломить спор в свою пользу? Можно начать плакать, можно начать смеяться, можно начать вспомнить, что, блин, а что же на этого вот заразу злюсь? Психологические эксперименты, беседы с экспертами в студии. А есть какие-то специальные позы, стоп-слова? В программе нестандартно и легко, а психологии. Новые выпуски каждую среду в Омском эфире телеканала «Продвижение». В эфире программа НЛП обсуждаем личное пространство. Я так понимаю, чтобы никого не раздражать, нужно быть равнодушным. А при этом в социальных сетях каждый второй жалуется, что его некому полюбить, приголубить, обнять. Ну вот зато у нас Алина и Андрей и обняли, и приголубили, и всё это прямо в центре города под прицелом наших телекамер. Третий эксперимент. Приступаем к самой приятной и одновременно самой жёсткой части эксперимента. Теперь мы не проверяем личные границы людей, а полностью их стираем. Алина и Андрей попытаются войти в интимную зону испытуемых. Станут ли прохожие обниматься с незнакомым человеком? Здравствуйте. Простите, пожалуйста, а можно вас обнять? Нет. Нет, а почему? Ну, вы же знаете, что с незнакомым человеком должно быть расстояние. Расстояние? Пускать близкие объятия, только очень близкие. Можно вас обнять? Нет. А почему? Не люблю. Не любите обнимашки? Здравствуйте. Скажите, а вас можно обнять? Нет, нельзя. Нельзя? А почему? Потому что вы очень молодая, я очень старая. Ну я же просто обнять хочу. Давайте обниматься. Давайте. Я не отпущу, пока не обнимемся. А-а-а! Здравствуйте. Скажите, можно вас обнять? Нет. Нет? На работу? Здравствуйте. А можно вас обнять? Ой, ну давайте, пока можно. Давайте. Ой, прекрасно. Если нужно, то можно. Нужно? Давайте обнимемся. Девушка, давайте обнимемся. О, спасибо. Давайте. Здравствуйте. Вот так обнимаетесь, а можно я вас тоже обниму? Можно? можно можно обняться с вами можно спасибо ай круто спасибо всего хорошего вот просто обнять можно обнимите давайте хорошего вам дня как тебя зовут меня андрей все можно почти друзья мне сказали что я самый любвеобильный амич алина андрей это наверное был самый приятный эксперимент есть что то что осталось за кадром ну да то есть если кто-то даже говорил что нет были моменты что я подходила давайте обнимемся нет не надо ну давайте давайте и то есть вот какой-то такой ах да ладно гулять так гулять даже если они и не обнимались но они с какой-то улыбкой так подшучивали таки ой спасибо там вот олень не очень круто мужичок сказал вы такая молодая я с вами не могу это через юморческие шутки это не обидно и я не думаю что у них у всех такие они вечером пришли меня обниматься он расстроился открыл бутылку вина между всем учеными уже доказано что чтобы у человека было хорошее настроение ему нужно как минимум 8 объятий в день она одно другому не противоречит ну вопрос с кем вы будете обниматься у нас допустим шутка на работе что в моем кабинете секта обнимашек потому что каждый почти каждый туда входящий сотрудников идет и мы сразу обнимаемся и это нормально для нас это вот такой ритуал утренний да я не весь коллектив имею ввиду такую скажем так узкую часть я не могу сказать что я буду обнимать каждого пациента который ко мне заходит да слушай а вот по поводу возраста да вот даже в нашем эксперименте было видно что в основном люди старшего поколения чаще отказывались от обнимашек тогда как молодежь с довольствием шла на контакт вот у меня вопрос с чем это связано с непосредственно возрастом или с эпохой в которую выросли эти люди то есть воспитанием что это а это уже стиль жизни становится другой то есть контактов с возрастом становится меньше да то есть в более молодом это большее количество контактов а потом уже это ограничивается и поэтому даже это воспринимается как бы непонятно а чё это вдруг человек как будто с обниманиями тут лезет иван а вы в каких случаях обнимаетесь во всех по возможности у вас тоже секта по обнимашкам да на самом деле причем работаю я очень много с детьми и одна из самых главных вещей до которые говорят дети что вот им понравилось там в тренингах в лагере в упражнениях еще в чем-то то что нужно было обниматься причем сначала да если посмотреть на эксперимент как обычно обнимаясь таким треугольничком я вот как-то тебе наклонюсь на трогать тебя не буду а потом все больше больше начинают сближаться есть такое понятие сенсорный голод да мы человек животное социальное поэтому контакта мы стремимся и у нас есть потребность во внешней стимуляции причем позитивной да и поэтому так называемые есть одно из направлений называется психологические поглаживания да и вот этот позитивный стимул который мы получаем из внешнего мира это как поглаживание и поэтому вот это вот обнимание это наше поглаживание и когда мы отдаем его бескорыстно вот совершенно свободно это то поглаживание которое и воспринимается другим человеком как вот ну как некий позитив я надеюсь что все чьи границы грубо нарушают сегодня вооружились новыми знаниями которыми поделились наши эксперты и пойдут их отстаивать а тот кто излишне печется о своих границах и не подпускает к себе людей наверное все таки пересмотрит свое мнение в конце концов контакт может быть приятным но приятные и полезные контакты мы планируем уже в следующей программе нлп нестандартная легко психологии до встречи до свидания